Специалист по погоде, наблюдатель и исследователь атмосферных явлений. 23 марта отмечается Всемирный день метеоролога. Специалисты этой профессии востребованы почти везде. Например, в авиации, где без их прогнозов не взлетает ни одно воздушное судно. Александра Литкова продолжит. За погодой наблюдают круглосуточно, даже несмотря на самые неблагоприятные условия. Рабочий день техника-метеоролога в аэропорту начинается в 6 утра. И уже через 15 минут информация должна быть передана в авиаметеослужбу. Техник-метеоролог уезжает на старт. У нас там есть будочка, у нас сейчас приборы у них. И они начинают наблюдение. Погоду, что они уже отнаблюдали, передают по Крамсу. И уже наш синоптик, получив карту синоптическую, начинает писать прогноз. И в 6.15 у нас уже прогноз написал синоптик и отправил в банк данных. Только после получения данных сводок о погоде, командиры воздушных судов могут выруливать на взлетную полосу. За состоянием которой также следят, исходя из прогнозов погоды. Ведь это в первую очередь залог безопасности пассажиров. Интересуемся по дальнейшему прогнозу погоды, по осадкам. Чтобы нам уже знать, чего ожидать от природы. Какие будут у нас метеоусловия. И уже исходя из этого, сработать на опережение. На опережение сработать уже по дальнейшим работам на ледном поле. Данные для прогнозирования метеослужбы собирают каждые 3 часа. Самый точный прогноз специалисты могут дать только на 3 дня. На многих метеостанциях аэрологи запускают радиозонд. Воздушный шар, к которому привязан одноразовый прибор с передатчиком. Такие большие воздушные шары метеослужба запускает в воздух 2 раза в сутки. Они могут достигать высоты более чем 30 километров. И уже оттуда отправлять данные, которые метеорологи будут использовать при составлении прогноза погоды. Информация с радиозонда о давлении, температуре и ветре на высотах в атмосферной толще обрабатывается и наносится на высотные карты, без которых невозможен полноценный прогноз погоды. Высоту снежного покрова вычисляют на двух площадках – в районе метеослужбы и в лесу. Если это на метеоплощадке, то у нас есть первая, вторая и третья рейка. Мы не нарушаем целостность снежного покрова на этой площадке. То есть мы там не ходим. У нас есть четко определенные тропиночки, по которым мы можем ходить. Поэтому целостность не нарушается. Снимаем здесь показания, три рейки делаем среднее. А если у нас снегомерный маршрут, это лес у нас, то там тоже по 50 точкам мы снимаем, потом делим на 50, у нас получается среднее значение. Также мы там измеряем еще и плотность снега. На данный момент в гидрометеослужбе Нарьенмара трудятся 23 человека. Гидрологи, аэрологи и метеорологи. Свою профессию они считают сложной, но в то же время интересной. И с улыбкой воспринимают шутки о неточных прогнозах погоды.